МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok В студии прежний 320066-321166. Также работает наш ватсап-номер, напомню его цифры, 8-411-232-0066. Итак, в эти дни в Якутск съезжаются лучшие мастера Дальнего Востока и Сибири. Ведь дело в том, что в год культурного наследия народов России, столетия образования Якутии, 3 марта в Якутске состоится межрегиональная научно-практическая конференция традиций и современность в искусстве народных художественных промыслов и ремесел Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири. И сегодня у нас в гостях участники этой конференции. Я рада представить вам Лилию Аслапову, мастера народно-декоративного искусства, носителя традиций и языка камчатских чукчей. Она приехала к нам из Петропавловска-Камчатского. И Анна Самар — это мастер декоративно-прикладного искусства из села Кондон, солнечного района Хабаровского края. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть в нашей студии. Вы такие красивые и нарядные. Расскажите, как я уже говорила, что завтра, точнее, послезавтра в Якутске стартует научно-практическая конференция, которая проходит в нашем городе, в нашей республике уже в четвертый раз. Расскажите, пожалуйста, о конференции. Какова ее цель, каковы ее задачи? Ну, цель этой конференции, на самом деле, как бы она такая острая и затрагивает, можно сказать, все регионы. И очень хорошо, что поднимаются вопросы сохранения традиционных ремесел, искусства, так как очень много, многие ремесла исчезают. И вот такая цель популяризировать, и чтобы наши власти могли как-то поддерживать народных мастеров, да, и культуру в целом. Она будет проходить очно или дистанционно? Вообще, какова программа вот этой конференции? Ну, она будет проходить очно. С каждого региона мы будем читать доклады, презентации также будут с фотографиями, да. Так, Анна, вас просидать чуть поближе к микрофону. Вот вы к нам приехали из Камчатки и Хабаровского края. А вообще, как много участников из других регионов, не считая нашу республику, прибыло в эти дни в Якутск? Ну, я знаю, что с Бурятии уже здесь мастера. С Красноярского края будут, с Петербурга. Вот я с Камчатки, с Хабаровского края. Ну, конечно, с республики Сахая-Кутия. Ну, еще с других регионов кто-то. А, Нарьянмар еще, да? Да, не детский регион. Конференция стартует послезавтра, вот научно-практическая конференция. Вообще, какова программа этой конференции? Вот вы сказали, будете читать доклады. Но я еще знаю, что кроме конференции будет проходить выставка-ярмарка. Еще будет какой-то, извините, что говорю, какой-то, да, конкурс по 11 номинациям. Вот об этом вы можете рассказать? Ну да, я буду проходить ярмарка-выставка со 2 по 6. Завтра открытие, 12 часов. А где будет проходить? Так, название Дом дружбы имени Кулаковского. Ага, я поняла, мы его называем ДК имени Кулаковского. ДК, да, да, ДК. Хорошо. Так, а с какими работами вы приехали к нам в Якуз? Что вы привезли, что будете показывать? Ну, у меня чисто вот национальная одежда, нанайская. Там у меня на високе будет мужской комплект и два свадебных халата женских. Ну и к нему там воротники, шапочки, к мужскому там пояса, ноговицы. Все вышито вручную. Халаты там вышиты женские шелком. А мужской мулине литками. Ух ты, как здорово. Все ручная работа. Лилия, вы с какой работой к нам приехали? Я на самом деле занимаюсь традиционной одеждой, меховой одеждой, одеждой кочевых народов севера, чукчи и коряков кочевых. И все мои изделия сделаны из шкур оленя. Я работаю со шкурой оленя, с мехом, с кожей, с ровдугой. Вообще, так как олень – это наш единственный источник нашей одежды, питание вообще, транспорт и жилище, поэтому я работаю только с мехом оленя. Ну, не только с мехом оленя. В основном, да? В основном, да. Потому что вся одежда у нас из меха оленя. Что детская одежда, взрослая, мужская, женская одежда, летняя, зимняя, демисезонная. Я работаю в направлении сохранения и дальнейшего развития, чтобы потомки знали и помнили, что у нас такая одежда была. А как вот выглядит ваша одежда? Сейчас мы, кстати, на экранах видим, вот это как раз-таки изображена ваша работа. Да, это полностью должен быть показан вообще на самом деле это женский комбинезон, и он как раз есть сейчас на выставке. Вот, и я... И полностью из оленей шкуры. Да, полностью из оленей шкуры. Шью обувь из оленей, из оленей камуса, да. Унты. Унты, ну, на старбаза называется, а не потому что на подошве из лахтака. Этот женский комбинезон с старбазиками, с обувью, я его выставляю на конкурс. И что ещё? Верхние кухлянки, внутренние кухлянки, нижние кухлянки, если правильно сказать, нижние кухлянки, нижние штаны, верхние мужские штаны, обувь летняя, зимняя, демисезонная. И у мужчин, вообще больше всех, у мужчин одежды, у него гардероб богатый. Потому что он охотник, он добычка, он постоянно ходит везде по тундре. И в любое время зимой, особенно, он может на полпути остановиться и заночевать в тундре. Поэтому ему женщина должна, женщина, шить всегда и следить за одеждой, чтобы она была всегда в целостности, сохранности, чтобы она была не дырявая. И каждый сезон обновляла его гардероб на зиму, потому что зимы у нас очень холодные. А сколько температуры зимы у вас? Ну, тоже, наверное, как в Икуте, да? Примерно так же. Ну, конечно, помягче, 40-45 максимально. Ну, повыше к северу, ближе к Чукотке, да, уже там бывает и 50. Ну, сейчас там мягче морозы стали. Так, а в Хабаровском крае какая погода зимой? И что вы носите зимой? Нанайцы вот что носят? Ну, тоже так же мужчины, у них была более богатая одежда, у нанайцев. У них там на голову одевались накидка специальная, чтобы от снега защищала. Наушники, ну, это всё зимое меховое. Шапочка. А какой мех вы используете обычно? Это саболинный, норка. Соболь, норка, белка. Норка, Соболь. А как долго обычно вот женщина, сколько времени у неё занимает на изготовлении вот мехового косюма для своего мужчины? Вот в течение всего, наверное, летнего периода, да? Ну, летом в основном, мы начинаем, как мастер-то, как я знаю, и работал. И есть технологии. Да. Обычно мы весной готовим шкуры, пока только-только весна наступает, наступают длинные дни. И начинается занятие по выделке шкур, по подготовке этих шкур. У нас же женщина не только шьёт одежду, потому что надо ещё покрытие и орангий сшить. А-а-а. Для ремонта и обновления и орангий тоже нужны шкуры. И надо одновременно готовить для и орангий шкуры и мужчине, и детям. Много-много работы. Поэтому женщины всегда начинали прямо вот выделывать шкуры, прям ранней весной, чтобы вот тут начинаются длинные дни. Потому что летом ещё заготовка рыбы, ягоды, корени, всяких разных. Летом особо прям совсем прям, чтобы сидели, шили, не так прям, там месяц-полтора занимаются заготовкой пищи на зиму. И между делом? Между делом что-то подшивают, особенно вот, ну я знаю, что мы, когда мы жили на рыбалке с мамой, ну с родителями, мама всегда с собой на рыбалку брала заготовки, там шкурки какие-то выдела, что-то она там может комусалитом выделывать. Чуть свободная минутка, и она уже садится, да? Да-да-да. И вот осень наступает, всё, рыбалка закончилась, всё, и садимся шить. Либо мы мужчинам вперёд, кто, например, работает в тундре или где-то куда-то уходит на охоту, ему вперёд шьют тёплые вещи. Как интересно. Анна, расскажите про ваш вот костюм, очень красивый, яркий, нарядный. Прям солнечный. Да, действительно солнечный. Ну да, это сна с первым днём весны, кстати, вас всех телезрителей и радиослушателей. Ну, как бы считается, что это простой халат. Ну, только то, что он украшен передником, полностью вышитым. Вышито тут однотамбурным швом с заполнением. Можете встать, показать. А нагрудник выше гладивым швом, загладь по настилу. А вот что могут означать узоры? Что-то они означают? Ну да, означали всегда, как для оберега. Обереги означали. А цвет жёлтый, вот что означает? Ну, наверное, всё-таки солнышко. Солнышко, да, что-то хорошее. Это что-то яркое, да, для настроения. Прям солнечное к нам приехало. Действительно весна пришла. Да, весна пришла. А вот у меня такой вопрос. Выставка называется «Традиции и современность». А как вы считаете, можно ли ваши работы сегодня в современном мире использовать по назначению? Да, даже это можно и возможно. Вот, например, на мне сейчас стилизованный костюм. Я вообще придумала штаны и вот такое платье. Ну, штаны я сегодня не одела. Ну, придумала, как будто это комбинезон. Но с другой стороны, вроде как и платье. Его можно одевать поверх на верхнюю одежду, на современную куртку, например. На какое-то, я иду на мероприятие, чтобы не одевать, например, идет снег мокрый, да. Вот в современных условиях, например, в городе, идет, проходит мероприятие. Я могу поверх своей куртки надеваю это со штаны. Очень практично. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей программе. Я желаю вам удачи, здоровья, конечно же. И успехов в вашем мероприятии на научно-практической конференции. Спасибо. Дорогие друзья, сейчас уходим на короткую рекламную паузу. После рекламы мы вернемся в студию и поговорим о том, что я вам обещала, об аллергии, о заболеваниях кошек. Так что внимательно слушайте и задавайте вопросы. Добрый день, дорогие друзья. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу на календаре 1 марта. И сегодня в нашей стране отмечается День кошек. Вообще День кошек отмечали в разных странах мира в разные числа. В России такой датой было 1 марта. И в 2004 году Московский музей кошек выступил инициатором празднования. И его поддержали в ООН. И с тех пор, вот уже 18 лет, отмечают День кошек в России и в других странах мира. Именно в этот день 1 марта. И сегодня у нас в гостях в студии большие любители кошек. Это Анна Семенова, хозяйка кота Бегемот. Мы его увидим в фотографии чуть позже. И Екатерина Асмус, волонтер приюта для кошек и собак «Четыре лапки». Девушки, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Здравствуйте. Друзья, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию, задавайте вопросы нашим гостям. Телефон студии прежний 32 0066 32 1166. И также у нас работает WhatsApp номер 8 411 232 0066. Аня, мы пригласили вас в студию не просто так, а потому что мы узнали, что вы недавно, ну, относительно недавно, недавно взяли кошечку. Причём выбор ваш пал не на породистую кошку, да, вот из питомников, а из приюта. Это так, да? Вот почему из приюта? Я всегда хотела, если взять кота, то подобрать кого-то. А тут как раз я жила одна, и я подумала, что хочу кота. А я всегда хотела какого-нибудь большого кота, потому что всегда была маленькая кошка. И тут мне просто подруга скидывает в Инстаграм пост «Четыре лапки». В том, что какой-то кот большой, она говорит, вот большой кот, которого ты всегда хотела. А он уже взрослый, да? Ему было пять лет на тот момент, когда я взяла. Он прям гигантский такой вообще, гигантский кот. Я его видела и подумала, а что нет? Он ещё такой опасный, выглядящий с такими клыками, когтями, очень большой. Я всё равно решила его взять. Екатерина, скажите, а вообще как часто вот кошкам везёт на счастливые семьи? К сожалению, не часто везёт кошкам. У нас есть кошки-долгожители, которые находятся в, ну, так скажем, в нашем приюте очень долго, годами. И мы наблюдаем за ними. У них стресс, мы видим состояние их здоровья, он ухудшается. Они могут... Вот обычная кошка в доме живёт, она может за свою жизнь ничем не болеть. Или, может быть, один разочек чем-то. То кошки, которые живут в куче других кошек, без человека, начинают заболевать и болеют. Они каждый год как минимум. Мы их, конечно же, лечат. В первую очередь у них идут респираторные заболевания. У них идёт насморк, воспаление глаз. Такое, знаете, понижение иммунитета. И да, мы их лечим. И мы понимаем, от чего это. Потому что это нету должного внимания человека, любви, ласки, вот этой заботы. Вовремя не посмотришь, а покушал или нет. Домашнему ты предложишь покушать, а вот им нет. А вообще как попадают кошки в ваш приют? Как вы их находите? Мы иногда устраиваем рейды. Мы берём объявления. Смотрим, где кто как разместил по разным способам в интернете. Садимся ко мне в машину с девочками-волонтёрами. Ездим по подъездам, собираем их. Смотрим, анализируем, кого мы можем сейчас взять. На данный момент у нас порядка 60 кошек. Бывали времена, когда их доходило до 200. И это было очень много. И мы выезжаем, смотрим, кого-то подбираем. Естественно, в первую очередь выбор падает на кошек, которые находятся в критическом состоянии. Они обморожены, они больные. То есть вы реагируете на объявления, подбросили котёнка. Если у нас есть сейчас возможность, силы и какие-то места освободились, кто-то пристроился, то мы реагируем. Но, к сожалению, забрать всех нет возможности. Это понятно, да. Аня, а вот вы выбрали своего кота-бегемота. Ну, понятно, вы выбрали его по внешности. Вам хотелось большого кота. А как он на вас реагировал? Появилась ли сразу вот эта взаимная симпатия? Он какой-то гиперласковый вообще. Вот это полная противоположность его внешнего вида. Он выглядит такой угрожающе. Мне даже люди писали потом, когда я его выкладывала. Типа он такой опасный. Он так выглядит страшно. А на самом деле он такой ласковый. У него ещё такой тонкий голосок, и он так пищит. Жалобно, далёко. Да, он прям очень ласковый кот. Он сразу как-то вообще без проблем и жил, и спокойно нашёл в туалет. Вообще всё спокойно было. А их обучают, да, наверное, Екатерина? Есть какие-то обучающие навыки, что туалет нужно туда ходить, когтеточка? Ну, чтобы будущим мамочкам понравиться. Да, помещение, которое мы снимаем, собственно говоря, у нас свои собственные средства, все девочки, да, мы оборудуем. То есть у нас в одной комнате только лотки. Это туалет. Туалет, куда бы они ходили, и он убирается каждый день. И в другом помещении только обеденная зона. Там у нас обязательно когтеточки всех видов. И мы смотрим и наблюдаем за теми, кто куда-то ходит, не ходит. Некоторых мы помещаем в карцер, в клетки, если кто-то дерётся. И обязательно социализируем. У нас есть, помимо того, что мы их кормим, убираем за ними, когда мы приходим, да, в это помещение, мы обязательно их гладим. Мы даже кому-то друг дружку записки передаём, что вот такая-то кошечка очень плохо себя чувствует, она немножечко одичала, откуда-то попала к нам, её нужно погладить. И мы садимся и такую терапию делаем. И прям понимаем, что какая-то кошка адаптирована. То есть мы можем предупредить человека, который берёт у нас, что кошечка адаптирована к человеку. И будет, как она будет себя вести, мы знаем. То есть подсказывайте будущим владельцам. Обязательно мы даём советы, как приучить в новом доме к лотку. У нас в студии есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте, говорите. Ангелат Кулус, Валерий Иванович. Очень приятно. Я хочу вас всех поздравить, девчонки, с наступающим праздником. Спасибо. Самое главное сегодня с днём кошек. Спасибо. И у меня вопрос вот работнику приюта. Очень какой вопрос глобальный, можно сказать. Вот как вы скажете ваше мнение? Вы много лет проработали специалист в этом деле. Скорее как будет для кошек, которые находятся в приюте, социалка или тюрьма? Вот одно из двух. Или зона, или приют. Вы имеете в виду, как они себя чувствуют в приюте? Спасибо за ответ. В любом случае кошки чувствуют себя, вот насколько можно понять, как в тюрьме. Да. А почему? Кошка не стадное животное. Они друг дружкой воюют, делят территорию, им очень дискомфортно. И мы очень стараемся. У нас прям праздник, когда идут заборы кошек от нас. Это прям праздник для нас. Мы радуемся особенно за тех, кто очень сильно страдает от этого. Какие-то кошки проявляют агрессию, ходят в территорию для себя, отмечают. А какие-то забиваются в угол и кушают только когда мы приходим и даём им эту еду. Прям стоим над ними и защищаем их. Это не собаки. Вот, к примеру, есть ППЖ в городе, да? И когда собаки там находятся, мы бывали там, видели, собакам как будто бы радостно там все вместе. Они в большой стае, всё здорово, классно. А кошки не такие? Кошки совсем не такие. Им очень тяжело там. Но это лучше, нежели вот в условиях нашей зимы эти кошечки в подъезде от голода просто или от холода погибнут. А вот по поводу характера. Я вот, например, слышала неоднократно, что вот если кошку взять откуда-либо, да, и если она до этого жила в таких вот не самых радостных условиях, и потом её подбирает человек, она прямо ему благодарна. И вот этой благодарности не дождёшься от породистого кота. Это так? Вы с этим согласны или нет? Я с этим не согласна. Это индивидуальная особенность каждой кошки. У них у всех есть адаптационный период от месяца до полугода. Они могут скрывать свои эмоции, прятаться, жить где-то под диваном, но потом они выходят и раскрываются. Всё зависит только от человека, какую любовь ты им даёшь. Даже самая вреднючая кошечка может стать прекрасной и ласковой. Ага. Вы помните, каким был бегемот у вас? Да, он был. Он изменился? Он был ласковым, мне кажется. Судя по Аниным рассказам, он изменился. Да. Несмотря на то, что он не был суперсильным агрессором, там, да, есть свои особенности. На авторитет, мне кажется, там был такой. Он просто ходил действительно, да, помечал свою территорию, сам не нападал, но и себя в обиду никогда не давал. И то, что вот Аня говорит, что он супер такой замурчательный, да, ласковый, немножечко удивляет, но не удивляет, глядя на Аню, если посмотреть на Аню. Аня очень приятная девушка, я думаю, любой котик с ней будет так себя вести. Расскажите, Аня, ещё раз про бегемота, какой у него характер, что он любит делать, чем занимается. Он любит лежать и спать вот так вот, именно вот на спине, просто, это же называется тоже, типа, как... Доверие, да? Доверие, поза доверия, да? Он сразу вот так вот просто лежит, ой, всегда, всегда живот у него вот так вот. Открытый. Да, он очень... Как раз мы видим фотографии вот, это ваш бегемот. Когда мы ходили к ветеринару, он давал оценку, сколько ему лет, и он сказал, что он весь такой в боевых шрамах, такой бывалый кот, у него тут одного клыка нет. А по нему вообще никак не скажешь, что он какой-то такой. Но мне кажется, он там был какой-то авторитет, потому как жадно он кушает. Мне кажется, он первым делом набивал себе брюхо, быстро, быстро, раньше всех объедал, мне кажется, там всех котов. А тут просто дома он первое время тоже так набрасывался на еду, как будто бы её отберут сейчас. Сейчас это прекратилось, да? Конечно, там она стоит вообще. А чем кормите, кстати? Вот сейчас, Аня, вы чем кормите? Ну, вот когда мы только... Я его только взяла, у него специальная диета была, у него были проблемы. Вот как раз-таки от того, что у всех всё там, ну, куча еды, и он ею наедался, скорее всего. Ну, и недорогая еда была так, чтобы просто они ели. Вот, и мы тут, чтобы у него было всё хорошо и сбалансировано, ему подобрали специально для расстройства желудка, что-то, короче, на диету, короче, его посадили. Вот, и мы сначала долго этим питались, а теперь уже просто стараюсь премиум-классы покупать корм. Ну, такое, чтобы там всё было. Аня, и Аня, и Екатерина, вот как вы думаете, почему так получается, что от кошек, ну и от собак, конечно же, люди отказываются? И, кстати говоря, у вас есть возвращенцы, кошки и собаки? К сожалению, есть. Частая причина возврата – это переезд в другой город. А, и они с собой его не берут. Не берут с собой, да. И это аллергия. Ну, вот аллергия, как бы, нисколько может быть, как я понимаю, на кошек. Просто на что-то, и первое, на кого падает подозрение – это кошка, и сразу же от неё избавляются. Но самая такая проблема для нас, для всех волонтёров, прямо от которой сердце трепещется, – это не стерилизация домашних животных. Как следствие, домашняя кошечка рожает, котятки живут где-то месяц, дети человеческие с ними играют, радуются, а потом вот эта вот коробочка оказывается где-то в подъезде. И всё. Хотя свою кошечку можно и нужно стерилизовать, и это абсолютный миф, что кошке нужно родить, чтобы у неё было здоровье. Я с вами согласна. То есть, поэтому призыв к нашим радиослушателям и телезрителям, что если вы завели питомца, то нужно, конечно, его стерилизовать, чтобы избежать вот таких вот последствий. Много ли у вас волонтёров, Екатерина, в приюте? И кто вам помогает? Постоянных активных волонтёров у нас 10 человек, и плюс ещё 10-15, которые помогают от случая к случаю. Наши волонтёры имеют различные профессии. Это стоматолог, это парикмахер, это бухгалтер, это даже специалист по противодействию террористическим акциям. Представляете? Совершенно разные. Неравнодушные. Я музыкант. Очень разные люди. И помогают нам люди, наши подписчики. И ещё помогают нам феоктистов. Максим Владимирович, это хозмаркет и ППЖ. Они дают нам корм, которым мы кормим наши. Огромное спасибо, девушки. Всего доброго. Я вам желаю удачи и всего самого хорошего. Добрый день, дорогие друзья. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу, и мы продолжаем говорить о кошках, так как сегодня в нашей стране отмечается День кошек. Кстати, кошек в мире насчитывается примерно 600 миллионов, и из них различают примерно 100 пород кошек, которые болеют своими кошачьими болезнями. А вот какими именно, об этом нам расскажет ветеринарный врач Ольга Корякина. А также в нашей студии Дарья Амосова, врач-аллерголог, которая поведает нам о человеческой аллергии на кошек. Так что, если у вас есть вопросы, нашим специалистам звоните нам в студию и задавайте их. Ольга, ну и, конечно же, вопрос вам, да, какими болезнями чаще всего болеют кошки, и как их можно вылечить? Чаще всего болеют такими кожными заболеваниями, как лишай, микроспория, триховидия. Это инфекционные заболевания, грибковые поражения кожи характеризуются облысениями, шелушением кожи. У нас в ветеринарной лечебнице для диагностики таких заболеваний есть лампа воду, называется люминесетная диагностика. Для лечения их мы применяем вакцины, такие как ВАГДЕРМ, ВАГДЕРМФ, ПОЛИВАК. Кстати говоря, вот ветеринары в НИСУН твердят, что обязательно всех кошек нужно прививать, да, от чего прививать и как часто нужно прививать? Да, основная прививка это против бешенства. Она ставится с двухмесячного возраста, один раз в год, каждый год должны получать. Также можно привить против инфекционных заболеваний, такие как против кальциевироза, панликопении, вирусного ринита. А вот если от бешенства не привить кота, вот что будет? Это опасно для человека и для самого кота? Да, для бешенства передается людям тоже. А вот профилактика вирусных инфекций, вот в чем заключается? Так как они могут тоже передаваться людям, поэтому нужно вакцинировать. Также ставится с двухмесячного возраста, но она ставится два раза, то есть через 21 день нужно будет подойти на повторную вакцинацию, потом уже один раз в год также получать. Вот некоторые люди негативно реагируют на вакцину, да, ну по-разному реагируют, кому-то плохо, температура поднимается и прочее, да, вот кошки могут также реагировать? Да, часто бывает после любой вакцинации, может быть, первые сутки наблюдается, так как повышение температуры, вялость может быть, снижение аппетита. Также могут быть какие-то аллергические реакции на какой-то из компонентов вакцины. То есть это в первый день, может быть, в первые два дня, может быть, да? Да. Вот насчет бешенства, да, ладно, чуть попозже задам, у нас есть телефонный звонок, здравствуйте, говорите. Какая цена и со скольки месяцев можно кошку стерилизовать? Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо вам за звонок. Обычный оптимальный возраст это с 8 месяцев. У нас в ветеринарной лечебнице города Якутска около цена 1800. И неважно, если это кошка девочка или мальчик, то есть 8 месяцев можно уже переводить. Да, для мальчиков чуть подешевле цена. А, ну там проще просто сама процедура. По записи делается. Ага, давайте вернемся к вопросу, который вот я хотела задать по поводу бешенства. Вы сказали, что опасно для человека, да? А вот есть другие заболевания, которые могут передаться от кошки к человеку? Да, вот это вот кошные заболевания. Часто лишай, бывает микроспория. Спасибо, Ольга. И вопрос, Дарья, к вам. Часто бывает, да, такое вот как раз до вас Екатерина говорила, что от кошек отказывается по причине аллергии. Вообще, как понять, что у тебя аллергия именно на кошек? Ну, при тесном контакте, обычно это бывает, да, происходит такие проявления аллергии, как зуд, чихание, насморк, слезотечение, зуд в глазах, першение. И самым одним из тяжелых проявлений аллергии, ну, вообще аллергия является бронхиальная астма, могут быть высыпания в виде волдырей, это уже как крапивница, обострение дерматик, отек в венке, ну, да, это уже тяжелая форма крапивницы. А симптомы могут быть обманчивы? Вот, например, некоторые думают, на кошек аллергия, а на самом деле на что-то другое. Может быть, конечно. Они думают, что при контакте с животными у них это все происходит, да, но это может быть реакция на пыль, также проявляться, да. Очень многие ко мне приходят, они думают, что они часто простывают, а потом оказывается, что у них аллергия на животные, которые у них дома есть после вот обследования. Как проводится диагностика вообще? Диагностика, ну, у нас идет стандартное аллерготестирование, это кожные пробы, также можно сдать специфический иммуноглобулин Е, который определяет по крови аллергию на животных. Ну, и еще есть такие специальные панели, которые называются аллергоскрин, но, к сожалению, анализы идут только платно. Аллергоскрин, это вот вы имеете вот точки? Нет, аллергоскрин, это анализ крови. Ага. А вот если все-таки вот аллергия на кошек, на кошку выявлена, определена, да, а котик любимый, член семьи, вот в этом случае это что делать? Ой, мне всегда так жалко, конечно, животное, ну, не только животное, но и все члены семьи, потому что животное становится уже членом семьи, да, ребенок привыкает, но, к сожалению, я как врач рекомендую всем постараться, чтобы, ну, отдать в хорошие руки. Всегда я говорю, ваше животное, да, ну, бывает, что люди вообще не отказываются, тогда им назначается уже лечение, но это только для снятия симптомов. Аллергию на животных, к сожалению, вылечить невозможно. И со временем она не пройдет? И не пройдет. Люди иногда думают, что она проходит, но просто у них симптоматика чуть меньше становится, но она может быть накопительный эффект, то есть человек себя хорошо чувствует, потом бац, редко задать какую-нибудь сильную аллергическую реакцию. Так что я советую, но решение уже принимает сама семья. А вот еще я слышала такое, что аллергия на кошек, это значит аллергия на шерсть, хотя при этом, при всем, аллергия на лысых кошек, вот, сфинкс и прочее, да, тоже может быть. Вот там вот, как это может быть? На самом деле у нас нету гипоаллергенных животных, у нас и животные аллергичные, да. Ну, то есть не аллергичные, а причиной аллергии могут быть. Мне многие тоже говорят, вот, я возьму лысую кошку. Нет, от этого не зависит, потому что мы реакцию даем не только на шерсть, на эпидермис, на слюну, на экскременты, на запах животного. То есть не бывает такого, что мы взяли, постригли свою кошку, у нас аллергия пройдет. Нет, такого не бывает. А может быть отдельно на шерсть и отдельно вот на... Может быть, может быть, да. То есть мы, когда делаем пробу на шерсть кошек, бывает, что вот, ну, не показывает положительную пробу, но у человека конкретно вот при контакте все симптомы аллергии проявляются. То есть мы клинически уже ставим этот диагноз, не подтверждая уже кожными пробами, либо анализом крови на аллергию. Как вы лечите аллергию на животных? Как это проходит вообще? Долгий процесс? Мы назначаем только симптоматическую терапию. Симптомы, то есть у человека все равно будут симптомы, а мы их подавляем. В назначении антигистаминных препаратов, там, назальных спреев от аллергии, глазных капель, но полностью исчезнуть аллергия все равно не может. Как бы это было не печально, да. Но я слышала, что за рубежом у нас есть уколы, аллергеноспецифическая иммунотерапия, но это очень такой долгий процесс, это очень мучительный процесс. Это, ну, не знаю, мне проще, кажется, отдать своего питомца в добрые руки, чем проводить эту терапию. А вот есть разница между аллергии на кошек и аллергии на собак? Или это одно и то же? Это одно и то же. Как правило, если у тебя есть аллергия на какое-нибудь животное, может проявиться аллергия на другое животное. Допустим, человек дает аллергию на кошку. Он говорит, что у меня нет аллергии на собаку, берет себе щенка, через 2-3 года у него уже начинает проявляться аллергия и на собаку. Я говорю своим пациентам, да возьмите себе хоть крокодила, через 2-3 года у вас, вы атопик, вы аллергик, и у вас все равно может появиться реакция и на него. Какие печальные новости? А вообще кто в группе риска, кто чаще и больше подвержен от аллергии на животное? Аллергия у нас наследственное заболевание. Передается генотопия, и вот у человека рано или поздно, у кого-то в детстве, у кого-то уже в более взрослом возрасте, да, начинает проявляться аллергия. То есть если бы человек, допустим, не взял, он в жизни никогда не контактирует с животными, может быть, у него и не проявится эта аллергия на животных. Но у него будет аллергия на домашнюю пыль, у него может быть аллергия на пыльцу растений, да. А потом вот мы взялись, допустим, котенка, и у нас через какое-то время, может быть, через год, может быть, через 3 года, может быть, через лет 5, то есть какой-то определенный промежуток времени начнется такая реакция, потому что генетически уже предрасположены какие-то аллергии. То есть если у мамы, у бабушки были такие симптомы, да. Первым звоночком что может быть? Вот взяли в семью котенка. Ну, начинается периодически чихание, какое-то почесывание, зуд. Может быть, ребенок как будто бы стал чаще болеть. То есть нам нужно обращать на такие симптомы. Подкашливание. То есть, ну, чувствуешь, особенно когда котенок там лижет тебя, да, вот место, где он полезал, может почесаться, покраснеть. То есть нужно за собой смотреть. Но я очень люблю сама животных. У меня дома собака есть, да, но надо выбирать все-таки, я считаю, здоровье. Да, а вот если определилась аллергия на животных, на кошек в частности, может ли это означать, что есть аллергия, например, ну, опять же, на пыль, вот вы говорили, да, на мех, шубы, трикотажные изделия там какие-то там. Да, да, да. То есть у нас аллергия, она может начаться, допустим, с одной формы аллергии на пульсу березы, да, потом через некоторое время может начаться на домашний пульс. То есть наша иммунная система, аллергия – это же заболевание иммунной системы. Наша иммунная система начинает воспринимать то, что нас окружает, это и пыль, и животные, и шубы, и бытовая химия, как чужеродная, и начинает реагировать на неё. Эх, какие грустные новости, да, Ольга? Есть, вот, ага. Да, ну ещё вот помимо того, что вот аллергия на животных у нас ещё и на пыльцу, но вот эту вот аллергию мы, кстати, лечим, проводим аллергенспецифическую иммунотерапию, это более-менее безопасно, чем, допустим, лечить от аллергии животных, так что не всё так печально. А вот если так получилось, да, нет, наверное, уже не успеем задать этот вопрос, огромное спасибо девушке за то, что нашли время и пришли к нам в студию, рассказали очень важные вещи, очень полезные. Любите животных, проверяйте себя на аллергию, есть она у вас или нет. Всего вам доброго, здоровья вам и всем вашим питомцам, если они у вас есть. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин